И сегодня в Карачаевске делегации правительства Карачаева-Черкесии, Народного собрания, городов и районов министерств и также ведомств, а также общественность возложили цветы к мемориалу жертвам политических репрессий. Мадина Каракетова продолжит тему. 2 ноября 1943 года, самая трагическая дата в истории карачаевцев. Именно в этот день народ был вырван из родных мест, упакован как вещь в товарные вагоны и отправлен в степи Средней Азии. Вся операция заняла от 4 до 6 часов. Люди были застигнуты врасплох, им ничего не объясняли, ничего не разрешали брать с собой. И именно в этот день начался долгий путь страдания, длиною в 14 лет. Муфти Исмаил Хаджибердиев перед возложением провел обряд дуа по погибшим над чужбинем. После делегации правительства и парламента Карачаева-Черкесии представители городов и районов, министерств и ведомств, организации образовательных учреждений и просто неравнодушные жители возложили цветы и венки к мемориалу. 2 ноября 1943 года были депортированы 69 267 человек. Из них 54% были дети, 28% женщины, 18% мужчины, старики и инвалиды. За годы депортации умерли 43 247 человек, из них 22 тысячи детей. В то время на фронтах Великой Отечественной войны воевали 17 186 карачаевцев. В схватках с врагом погибли 9 340 бойцов. 23 представлены к званию Героя Советского Союза, высшая награда Родины присвоена 11 героям. Эти сведения высочены на мемориале, как напоминание потомкам. Мемориал символизирует непогаший очаг карачаевского народа, устоявшего против произвола и сохранившего свою самобытность. Полукруглая стена, вагоны, в которых везли к местам депортации. Три полукруглые плоскости разных уровней символизируют духовный мир, обыденную жизнь и потусторонний мир. Формы, отрывающиеся от стены, жертвы депортации, а камни, уходящие в землю, их надгробия. Автор проекта, главный архитект Карачаева Черкесии Султан Айбазов постарался вложить в свое детище всю боль, утрат и надежду на торжество справедливости. Все произошло по преступному акту. Это не новое. Но все равно надо говорить об этом, повторять. Три причины. Первое, рассчитывание территории Грузии. Второе, чтобы провал партизанского движения Суслан. И третье, что мы бандиты. Это все доказано, что никаких банд, ничего здесь не было. Исмаил Хачаров много сделал для этого. Он дал депутатский запрос народный депутат СССР и получил ответ, что 26 банд формирований не существовало здесь. Просто это было надумано, натаскано, чтобы нас просто отсюда убрать и присоединить это к Грузии. По мнению Джошарбека Качкарова, эту дату нельзя забывать. И несправедливые намеки на злопамятность ее нельзя забывать, потому что она часть истории целого народа. Нельзя забывать, чтобы знать цену жизни, любви к родному краю и чтобы впредь не допустить повторения подобной несправедливости ни с одним другим народом. Несмотря ни на что, на лишение, унижение, потеря, по данным разных источников, погибло от одной трети до половины народа, даже в ссылке они смогли показать себя с достойной стороны. Благодаря честности, трудолюбию, карачаевцы добивались рекордных показателей в сельском хозяйстве, в которые были вовлечены. Люди становились героями труда и спустя 14 лет вернулись в родные края с высоко поднятой головой.